Приветствую вас еще раз, и не знаю, когда вы прослушаете данный ответ, надеюсь, это будет скоро. У вашей проблемы есть два основных аспекта. Первый аспект, это, собственно говоря, предательство, которое было совершено. Второй аспект, это, наверное, ребенок. И я добавлю третий аспект, аспект, связанный непосредственно с вашим настоящим мужчиной. То есть, три момента, значит, три определенных направления, которые нужно разобрать с нами. И, во-первых, это, как вы, наверное, понимаете, предательство. То есть, предательство вашего первого мужчины, скажем так, мужчины А. Вот тот, кто вас предал, пусть будет мужчина А. А тот, с кем вы сейчас живете, пусть будет мужчина Б. Ну, так для простоты, я надеюсь, понимаем. Значит, что сделал мужчина А? Мы изначально описали его, как человека неплохого. Если вот прямо прочитать, что вы написали про него, то можно сказать, что у него плюсов едва ли меньше, чем минус. То есть, вот, у него было много плюсов. Ум, образованность, уважение к старшим, целеустремленность, внешне привлекательный и так далее. И это, пожалуй, все. То есть, для вас вот это были плюсы. Ум, образованность, целеустремленность. Но минусы, они гораздо серьезнее. Минусы, 30 лет с родителями, это, ну, я понимаю, для вас это минус, но в действительности, именно по отношению к человеку, это нельзя назвать прям откровенным минусом. Значит, контроль. Мужчина контролирует свою женщину тогда, когда он не уверен, в первую очередь, в самом себе. То есть, он не хочет, чтобы у вас была свободна, потому что боится, что вы можете от него уйти, и это нанесет удар его самолюбия. То есть, контроль, это всегда преследование своей собственной цели, своих собственных амбиций, желаний. Через контроль, человек реализирует сам себя. Точнее, пытается купировать свои страсти. Это надо всегда понимать. Человек, который не боится ничего, человек, который увереннее в себе, он контролировать не будет. Никогда. Это первое. Второе. Вы ради него потеряли связь с подругами. Собственно говоря, это тоже очень важный показатель. То есть, человек в своих интересах простимулировал вас на то, чтобы вы оборвали связи уже как бы своей личной. Почему? Потому что, опять-таки, так ему было выгодно. Он продвигал свои интересы. Дальше. Эгоистичность и скупость. Эгоистичность, понятно. Избалованность. То есть, если он единственный ребенок в своей семье, то, соответственно, его баловали вниманием. И он любимый единственный сын. И, естественно, он эгоистичен. Но скупость, это также очень качественно направленный нас, мало себя. То есть, это исключительно, собственно, интерес человек. И вот дальше, то, что мужчина делал, он практически и по сути для вас, он ничего не делал. То есть, вы делали для него все. Вы с ним встречались, вы дарили ему подарки, оплачивали поездку на базу отдыха, да. Насадили время, да, когда вам было некогда. А он ничего этого не делал. Почему? Ну, потому что это было не в его интересах. Опять-таки. И когда произошла ситуация, при которой он вас сбросил, вот, когда вы забеременели, и он отказался с вами, может быть, эта ситуация произошла потому, что его интерес разошелся, наконец, ваш. До поры до времени, до поры до времени, интересы совпадали. То есть, его интересы совпадали с тем, что вы делаете. И до тех пор, пока вы отвечали его интересам, он с вами был. Да, он вам бредом, да, безусловно, но только пока то, что вы делаете, отвечает его интересам. Как только вы перестали отвечать с его интересам и сделали что-то не только в его интересах, скажем так, потому что ребенок, это действие не только в его, не только в ваших интересах. Это и в его тоже, но не только в него. Так вот, действие не только в его интересах моментально спровоцировало такую реакцию. И это означает, что человек никогда, по крайней мере, на момент этого происшествия, не планировал с вами ничего серьезного. У него не было заинтересованности в том, чтобы быть с вами, чтобы строить с вами действительно серьезные отношения, семью и так далее. Да, он вам обещал. Но обещания, как вы сами написали, расходились с его поступками. А именно, поступков не было. Не было поступков. И вот это ключевые моменты. Человек никогда не был заинтересован в том, чтобы быть с вами на серьезных основаниях. Насколько не будет серьезных оснований. И это означает, что изначально у него не было внутреннего барьера, внутренних обязательств перед Ванной. Пока вы его интересом соответствовали, он был с вами. Но он знал для себя, что если такая ситуация изменится, он тут от вас уйдет, легко уйдет, легко расстанется. И то, что он с вами вот так вот легко расстанется, говорит лишь только о том, что у него не было заинтересованности в вас и не было к вам чувств. Я надеюсь, этот момент понятен. Если бы чувства были, то он бы метался, он бы сомневался, он бы испытывал противоречия внутри себя. Но ничего этого не случилось. И это означает, что внутреннего барьера у человека не было. А это в свою очередь значит, что он не был для вас тем, с кем вы его считали. Вы-то считали его от своей мужчины, будущим мужем, отцом ребенка, а он этим человеком для вас не был. И возникает вопрос. А почему вы, зная его минусы, видя его отношение к вам, почему вы дорисовывали ему тот образ, который, как бы, искажал реальному человеку. Ведь вы, получается, так дорисовали ему и ответственность за ребенка и за семью. А вы дорисовали ему заинтересованность в вас. Вы дорисовали. Да, вы написали, что вы влюбились в любовь слепа. Я понимаю. Но почему вы влюбились в человека, которому он не был? Вот же вопрос. Какие у вас были потребности? А потребности были. Ведь когда вы пошли унижаться, когда вы пошли к нему смотреть ему в глаза, вы уже знали, что он, скорее всего, вас не примет. Но вы все равно это сделали. Почему? Потому что у вас была в нем какая-то нужда. И вот эта нужда, эта потребность, то, что он вам давал, то, что вы получали рядом с ним, то, что он помогал вам осуществить, и является причиной, как бы основной причиной всего вашего сообщения, всей вашей проблемы. С потребностью. Но пойдем дальше. Дело в том, что когда и если мы говорим о предательстве, то само по себе предательство делится на две формы, на два вида. Первая форма, это форма при наличии внутреннего барьера. Когда человек действительно любит другого человека, дорожит им, но поддавшись соблазну, поддавшись слабости и сам себя за это ненавидя, человек предает. Тут откровенно видны страдания личности, тут откровенно видны переживания его, и, конечно, это является предательством. Вот это является предательством в классическом смысле этого слова. И здесь человек уже изначально осознает, что то, что он сделал, является предательством любимого, предательством другого. В этом случае, в этом случае, когда человек нарушает свой внутренний барьер, свое внутреннее обязательство перед другим человеком, можно говорить и о том, что он простит, точнее, о том, что он захочет попросить прощения у вас, и о том, что такому человеку можно мстить, можно мстить, потому что вы мстите в таком случае реальному человеку, тому, кто в действительности, на самом деле, совершил в отношении вас акт предательства. И, соответственно, пройдет время, такой человек будет мучиться, такой человек будет переживать, что, мол, вот, я обидел любимого, предал его, не обратил надежды и так далее. Почему это происходит? Потому что у человека есть личная заинтересованность в другом. В вашем случае, эта форма отсутствует. Человек не был заинтересован изначально в вас и его акт предательства совершался таким образом, что не было никаких противоречий, не было никаких метаний и внутренних конфликтов. Человек просто сделал то, что отвечало его интересам. Значит, внутренних обязательств перед вами у него нет, и, значит, он не осознает то, что сделал и не попросит его от прощения. Потому что, по его мнению, по его отношению к вам, он не сделал ничего душедурного. У него не было личной заинтересованности в том, чтобы что-то для вас сделать. Соответственно, он предателем не является в классическом понимании, в вашем понимании. Но кто же тогда предател? А предатель тот человек, которому вы себе нарисовали. Образ которого вы дополнили. То есть предатель тот человек, образ которого существует в вашем сознании, на основе этого реально существующего мужчин. Мужчина А. И вот, а если вы подумаете хорошо, прикиньте, что заставило вас дорисовать образ, что заставило вас предать человеку те черты, которые у него не существуют, какие потребности вас к этому стимулировали, вот тогда станет понятно. Тогда станет понятно, почему вы до сих пор не можете его забыть. Ведь именно те потребности, которые заставили вас это сделать, видимо, до сих пор не удовлетворены. Ну и осознание того факта, что мужчина А. не является для вас предателем, а мужчина А. является просто тем человеком, который преследовал свои интересы через вас, и у него не было никакой заинтересованности лично в вас, поможет вам осознать, что мужчина А. никогда не попросит вас прощения, и никогда не осознает того, что он сделал неправильно. Почему? Я, надеюсь, объяснил достаточно подробно. Теперь то, что касается вашего ребенка. Я, естественно, понимаю вашу боль, понимаю переживания, которые вы испытывали, когда делали аборт, но видите ли, в чем дело, ребенок еще не был человеком в привычных смысле этого слова. Постарайтесь это также осознать. Это был плод, который не являлся человеком. Человеком, то есть неким существом, которое можно назвать человеком, можно назвать плод на определенной стадии созревания. На поздней стадии, когда у него образуются заглубящие личности. Это довольно подробно описано научной литературой, вы можете это почитать. Подробнее, потому что это не область психологии. Но я знаю, что убийством аборт не считается не просто так. Убийство это когда для человека лечено жизни, а аборт есть аборт. Аборт это означает лечение жизни плода, но плод это не человек. Плод это некое образование не имея ничего общего показано с человеком. И вот до тех пор пока плод не созрел, он не является человеком в принципе. Соответственно, вы поступили правильно, что сделали ранний аборт. Почему? Потому что вы не дали плоду сформироваться до уровня человека. Я надеюсь, что вы понимаете, что плод не успел сформироваться, не успел стать как бы это сказать полноценным человеком. Вот. И таким образом вы лечили жизни не ребенка, как принято думать, а собственно говоря образование, не имеющее ничего общего с человеком, с малышом и так далее. Хотя безусловно, основная проблема заключается в том, что вы лечили жизни что-то живое. Но что-то живое это совсем не обладает наличие именно человека. Наличие именно человека в привычном классическом понимании этого слова. Далеко не всегда это значит именно так. Дальше что касается вашего мужчины Б. Мужчина Б, то есть ваш муж на сегодняшний день, также вами, вот скорее всего, судя по тому, что вы следите за мужчины А, и судя по тому, что вы достаточно быстро вышли на него замуж, то есть вы, например, писали, что года не прошло после расставания, как мы вышли замуж. Ага, значит, если вы до сих пор не забыли свою боль, а если вы до сих пор следите за мужчины А, то логично предположить, что мужчина Б для вас делает своего рода средство. Средство для чего? Ну, во-первых, чтобы комбенсировать то унижение, которое вам досталось от мужчины А, во-вторых, комбенсировать лишение ребенка жизни, по вашему мнению, и, наверное, удовлетворить потребность быть женщиной. Тот вопрос, который я хочу вам задать, заключается вот в чем. Вы своего мужчину Б воспринимаете как отдельную личную, как саму цель, как личность в себе, или вы все-таки по большей части воспринимаете его как средство, средство для того, чтобы забыть, например, мужчину А, или чтобы как-то на фоне его показаться успешным, там, интересным и так далее. Почему я задаю этот вопрос? Потому что уже сейчас, даже сейчас, вы вот тогда в контексте своего замужества перечисляли значит то, как живет мужчина А, вы достаточно полно, достаточно обробно рассказали, что мужчина А хочет, какие у вас, какие у него требования к женщинам и какие из этих требований есть у вас, каким требованиям вы соответствуете. то есть вы как бы продолжаете равняться на него и скорее всего подсознательно удовлетворять его потребности. То есть вам хочется подсознательно соответствовать всем его требованиям, чтобы он вас на вас обратил внимание или подчеркнул вас достойный и собственно говоря либо осознал свою ошибку и попросил вас прощения, либо может быть вновь предложил бы встречаться. То есть как бы увидел вас заново. И вот я недаром задаю вам вопрос относительно мужчины Б. вы мужчину Б воспринимаете сейчас как? Вы видите его в качестве нового человека, в качестве новой личности, в качестве вашего полноценного спутника жизни. То есть человек, которого вы любите, которого вы уважаете, которого вы хотите делать счастливым. Или все-таки как средство. Потому что если как средство, то это достаточно плохо. Нет, вы можете так жить, конечно. Вы можете жить в такой семье и люди живут и нормально живут. Просто вам для лучшего понимания самой себя нужно это определить. Если как средство, то нужно постараться больше обращать внимание на него как на отдельную личность. А если как личность, если вы воспринимаете его именно так, как полноценного мужчину как личность, то тогда возникает вопрос. Но если вы воспринимаете его так, то как же это соотносится с тем, что вы не можете забыть боль. Ведь отношения с тем мужчиной у вас по сути были завершены. Но не завершены и у вас лично для вас. И если пока эти отношения не завершены, то логично предположить, что не могут быть начаты настоящие другие отношения новые. А поскольку они у вас не только начались, вы и семью обрели, и ребенка родили, то можно говорить о том, что вы сделали это специально. вы сделали это потому то вам это было нужно. Ну и получается тогда так, что вы как бы повторяете по сути поведения мужчины А по отношению к своему мужчине Б. Вы также используете своего мужчину Б для достижения своих целей. Ну разве что только более ответственным. Я понимаю, звучит это очень неприятно, но вы не торопитесь пожалуйста меня обвинять в чем либо. Я не обвиняю вас. Я не говорю что вы поступаете неправильно. Это тоже очень важно понять. Вы поступаете так, как вы считаете нужным, так как для вас возможно. Вот вы ходите с семьей например, вы хотите ребенка, вы выбираете мужчину, который молит вам это даст. И ничего плохого в том, чтобы сделать это так, как сделали вы. Нет. Но чтобы вы были счастливы, счастливы полностью, нужно отоскать как вы относитесь к мужчине Б, чтобы четко представлять себе, кто он для вас, что значит и куда вам расти в отношениях с ним. Без этого представления в вашей семье могут начаться проблемы, могут начаться конфликты, могут начаться взаимные претензии, обвинения и так далее. Чтобы этого не произошло, чтобы ваша семья сохранилась, вот именно для этого я вам и рекомендую этот момент также продумать. В заключение то, что мне хочется вам сказать, это то, что пищу для размышлений, информацию для размышлений я вам дал. конечно нет такого средства, чтобы взять и одним махом убрать всю вашу боль, которая у вас есть. Нет такого средства, которое позволило бы одним приемом ликвидировать все негативные ощущения у вас. Но негативные ощущения обида и боль происходят от непонимания поведения человека. Когда человек обижается, когда человек поступает плохо другим, это означает, что у него есть у него самого есть какой-то внутренний конфликт, внутренняя боль, внутреннее противоречие, может быть, чего-то дефицит. По выражению одного ученого зло совершают люди, которые считают, что обладают каким-то дефицитом своих благ. И я этим человек в принципе согласен. Думаю, что действительно люди, которые совершают зло, все люди, которые причинают боль другим, они все делают это потому, что им кажется, что их потребности, их желание находятся в определенном дефиците. А это значит, что эти люди не находятся в гармонии с собой. Это значит, что эти люди несчастны по сути в душе. И мужчина А, который до сих пор не жизнился, который до сих пор ищет, он несчастный. он несчастный имеющий счастливый человек. Почему? Потому что эгоистичные, скупые люди не могут быть счастливыми. Нельзя быть счастливым, не делая ничего для других людей, а делая только все для самого себя. Так счастье никогда не придет. Но человек по-другому не может строить отношения. Человек по-другому не может взаимодействовать. И именно поэтому, скорее всего, он обречен на вечное несчастье. Потому что не может ничего сделать для другого искренне, ни в контексте своих интересов. И вы только подумайте, только представьте себе, что человек всю жизнь будет несчастным. Всю жизнь у него будет какая-то постоянная дефицитная потребность. Всю жизнь человек будет стремиться к чему-то. К чему-то, что он даже не осознает. К чему-то, что он даже не понимает до конца. И у него будут иллюзорные цели, но он их так и не поймет, эти цели. Попытайтесь это осознать. Попытайтесь это представить себе. Уверен, тогда вам станет его жаль. И через жалость вы возвыситесь над ним. А возвысившись, вы перестанете воспринимать его как равного себе, как человека выше себя. Вы сами ощутите себя выше него. И вот это поможет вам начать забывать боль. Потому что поведение человека, которого мы считаем ниже себя, нельзя называть серьезным и нельзя воспринимать как адекватно. А мы воспринимаемся как поведение ребенка, не до конца развитого ребенка, не всего знающего ребенка. И люди эгоистичные, а мы знаем, надеюсь, что на первых порах ребенок, да и вообще все дети, они все эгоистичны. Так вот, каждый эгоистичный человек, это по сути остановившийся в развитии, вот именно в этом контексте, в контексте осознавания себя и понимания места в мире, места в социуме человека. И ваш мужчина, будучи эгоистичным, он также является ребенком. Все эгоистичные люди, суть взрослые дети. Но взрослые дети, они лишь потому, что их физические бодрости позволяют говорить о них как взрослых. Их интеллектуальное развитие также позволяет говорить о них как взрослых. Но все остальное у них дерзко. И вы же не будете воспринимать серьез детей. Ну вот, также не нужно воспринимать серьез и мужчину. и тогда вам станет легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, пишите. Отвечу могу ответить в таком формате, если пожелаете, если понравится. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я желаю вам удачи.